Качество любой машины определяется прежде всего работоспособностью ее деталей и узлов во всем диапазоне технологических режимов и условий эксплуатации. Работоспособность деталей характеризуется критериями, важнейшими из которых являются прочность, жесткость, износостойкость, вибростойкость, теплостойкость, коррозионная стойкость. Прочность – это способность деталей сопротивляться разрушению или появлению недопустимых остаточных деформаций. Прочность является одним из основных критериев работоспособности для всех машин и механизмов. При проектировании машин важно правильно определить величину и характер изменения нагрузок и напряжений, действующих в деталях в условиях эксплуатации. Нагрузки и напряжения могут быть постоянными, как, например, весовые нагрузки. И переменными, как, например, нагрузки при ударе молота или напряжения изгиба на валу работающей фрезы. В работающих машинах преобладают переменные, нестационарные нагрузки и напряжения, имеющие часто очень сложный характер изменения во времени. Их расчет сложен и не всегда точен. Деталь считается прочной, если истинные напряжения в ее опасных сечениях меньше и дельных. Потери статической прочности деталей из пластичных материалов наступают в момент возникновения в них предельных напряжений, равных пределу текучести. А в деталях из хрупких материалов — пределу прочности. Экспериментами установлено, что разрушение деталей начинается в зонах наибольшей концентрации напряжений. Ими являются переходные сечения, отверстия, шпоночные и шлицевые пазы, зоны контакта и ножки зубьев шестерен — звездочек. Высокая концентрация напряжений в валах возникает и в местах посадки шестерен, шкивов, подшипников. Даже небольшие риски, царапины на деталях приводят к концентрации напряжений. Концентраторами напряжений являются и внутренние дефекты в материале деталей. С увеличением размеров сечения деталей количество дефектов растет и прочность деталей уменьшается. Большая часть встречающихся разрушений деталей вызвана усталостью материала при переменных циклических напряжениях. Изучение усталостных изломов деталей позволяет судить о характере усилий и напряжений, вызывающих их разрушение, и найти способы повышения усталостной прочности. Поверхности усталостных изломов имеют ряд характерных признаков. На них четко видны начало усталостной трещины, фокус, и зона развития трещины. Каждая зона имеет характерную зернистость металла. Усталостное разрушение обычно начинается с поверхности деталей в местах концентрации напряжений. Развитие трещины протекает медленно, иногда дни и месяцы. А окончательное разрушение металла, долом, происходит почти мгновенно. Циклическое нагружение рабочих поверхностей, зубчатых колес, подшипников качения и ряда других деталей приводит к появлению трещин и украшиванию частичек металла с их поверхности в зонах высоких контактных напряжений. Большую роль в выкрашивании, при трении и качении играет смазка. При набегании ролика на трещину давление масла, заполняющего ее, резко возрастает. Возникшие дополнительные напряжения способствуют дальнейшему развитию трещины. На рабочих поверхностях шестерен, подшипников образуются так называемые оспины. Усталостная прочность материалов и деталей исследуется на специальных стендах. Данные, испытания, образцов или деталей наносятся на график. Каждому значению напряжений соответствует определенное число циклов, при котором образец разрушается. При некоторой величине напряжения, образец выдерживает практически неограниченное число циклов нагружения. Эта величина напряжения является пределом выносливости. По усредненным статистическим данным, строят кривую усталости. Обычно она соответствует вероятности разрушения образца, равной 50%. Повышение предела выносливости деталей достигается повышением частоты обработки их поверхностей, уменьшением числа и глубины царапин, рисок и других дефектов, являющихся концентраторами напряжений. Прочность деталей увеличивается при обработке поверхностного слоя токами высокой частоты, азотированием, цементацией, цианированием, пластической деформацией поверхности деталей. Пластические деформации, кроме улучшения структуры материалов, создают в поверхностных слоях остаточное напряжение сжатия, которые препятствуют развитию усталостных трещин и повышают выносливость деталей. Жесткость — это способность деталей сопротивляться изменению их формы под действием нагрузок. Для деталей с большим отношением длины к сечению расчеты на жесткость должны обеспечить исключение потери их продольной устойчивости под нагрузкой. В металлообрабатывающих станках необходимая точность изготовления изделий требует обеспечения жесткости всех деталей и узлов. Прогиб полов, недостаточная жесткость их опор вызывают перекос зубчатых колес и подшипников, что приводит к местным перегрузкам и преждевременным поломкам. Особенно высокие требования по критерию жесткости предъявляются к станкам с обработкой деталей по копиру и координатно-расточным станкам, обрабатывающим деталей с высокой степенью точности. Износа стойкость — это способность деталей сопротивляться истиранию их поверхностей, изменению размеров и формы. Износ деталей машин при трении их рабочих поверхностей носит чрезвычайно сложный характер. Поверхности даже самого высокого класса качества обработки всегда имеют микроскопические выступы и впадины. При механическом воздействии, в случае граничного трения, выступы изнашиваются. Этот процесс наиболее интенсивно протекает в период приработки узлов машины. Сколовшиеся крупинки металла и абразивные частицы пыли, попав в зазор трущихся деталей, вызывают механический, преимущественно абразивный износ. Во многих случаях металл трущихся поверхностей окисляется. Продукты коррозии, превращаясь в абразивные частицы, ускоряют процесс изнашивания деталей. Эффективным средством снижения такого износа является изоляция трущихся деталей от вредного действия пыли и агрессивной среды. Высокое давление в контакте деталей может привести к выдавливанию смазки и молекулярному взаимодействию трущихся поверхностей. При этом возникает схватывание поверхностей, которые сопровождаются локальным нагревом, вырывами и намазыванием частиц одного металла на другой. Увеличение долговечности узлов трения достигается подбором материалов с опрягаемых поверхностей, обеспечивающих снижение сил трения. Эффективным средством снижения износа трущихся деталей является жидкостное трение, которое создается принудительной подачей масла под давлением в зазор трущихся поверхностей. Или благодаря масляному клину, который образуется при определенных зазорах, скоростях и вязкости масла. В масляном клине вследствие скоростного напора возникает высокое давление, в результате чего деталь всплывает и соприкосновение трущихся поверхностей исключается. Важными факторами снижения интенсивности износа трущихся деталей является применение износа стойких материалов с тщательной механической и термохимической обработкой, замена трения скольжения трением качения, наплавка на истираемые поверхности высокопрочных и износа стойких сплавов, иногда футировка деталей резины. В некоторых узлах машин в процессе работы возникают вибрации, которые не только нарушают технологический режим, но и приводят к ускоренному разрушению деталей. Высокие вибрации и шум оказывают вредное воздействие и на оператора машины. Вибрации в металлорежущих станках приводят к ухудшению качества поверхностей обрабатываемых деталей, поломкам режущего инструмента и снижению производительности станков. Расчет на виброустойчивость конструкции сводится к выбору таких ее динамических параметров, которые исключали бы появление опасных колебаний, например, опасных резонансных поперечных колебаний валов, возникающих при смещении центра масс от оси вала и совпадений частот вынужденных и собственных колебаний. Уменьшение вибраций достигается изменением жесткости и масс системы, частоты вращения, тщательной балансировкой быстро вращающихся деталей, особенно коленчатых валов, ротора в центре фуг и турбин, работающих на высоких скоростях. В тех случаях, когда вибрация рабочих органов является технологическим параметром, для защиты машины и оператора необходимо применение амортизаторов и виброгасителей. При проектировании деталей машин, работающих при высоких температурах, необходимо учитывать изменения механических свойств материалов и тепловые деформации деталей, вследствие которых происходит изменение зазоров в сопряжениях, изменяется характер взаимодействия деталей и нарушаются условия их смазки. Задача расчета — подбор теплостойких материалов деталей и смазок. Выбор способа ограничения температуры нагрева деталей и уменьшения их тепловых деформаций. Развивающаяся промышленность в северных районах ставит задачу создания машин, успешно работающих в условиях пониженных температур. Прежде всего необходимо учитывать, что ударная вязкость металла при низких температурах может снижаться во много раз. Надежность машин в условиях севера обеспечивается применением легированных сталей с высокой ударной вязкостью при низких температурах, морозостойких резиновых уплотнений, специальных смазочных материалов и масел для гидросистем, а также специальных видов сварки деталей. Коррозия металлов приносит ежегодные убытки, исчисляющиеся миллиардами рублей. Кроме потери металла, коррозия уменьшает усталостную прочность деталей, что приводит к их поломкам. Существует множество методов защиты от коррозии металла. Для защиты от атмосферной коррозии применяются различные гальванические, пленочные и лакокрасочные покрытия. Детали машин, работающие в агрессивных средах, выполняются из нержавеющих сплавов, различных пластмасс и композитных материалов. Важное значение при защите от коррозии имеет соблюдение технологии консервации готовых деталей и их хранения. Технический прогресс, увеличение масштабов производства сложной и мощной техники требует от их создателей обеспечения работоспособности деталей по всем критериям, что является залогом долговечности и надежности машин. Субтитры создавал DimaTorzok